Катана. И зачем он вам? Каждый воин ходит с мячом. Сколько вы отсидели? 12 лет 3 недели. Ну что здесь делать? Терпеть, блядь. Человек приходит домой. Раз в холодильнике нету печени. Спрашивает у жены, где печень? Она говорит, собаки скормила. Тот же неблин. Разрезал пузо, вырезал печень, пожарил ее, жрет. Теща вызвала ментов. На снегу, в траве и в поле, и подвольными ветрами. В этом мире нет законов. Кто сильнее, тот и прав. Будет бой, пока не дрожит. Блин, сейчас забил, сбился. В бой, дьявол, мы всех борьем, и реки крови мы прольем. Мы дети сварка, пернаррать, рождены мы, и нарраться убивать. Вы переплыли в Норвегию на обычной лодке, да? Субтитры сделал DimaTorzok Меч смурайский? Катана. И зачем он вал? Каждый воин ходит с мечом. А он какой-то особенный? Как гитара там у Высоцкого была, там особого мастера, никому не позволял ее настраивать. Меч особенный? Да нет. Откуда он у вас? Откуда? Нельзя спрятать? С Японии. Супер. А вот хоккеисты не позволяют, например, там Харламов не позволял никому дотрагиваться на своих клюшек. А вот Вы позволили там друзьям дотрагиваться на мяча. То есть по Весу понимаешь, что это не сувенир. А он такой же бывалый, да? Не сувенирная штука. С историей, видимо, да? Ну так, использовали не по назначению. А что им делали? Почему не по назначению? Ну так, гоняли всяких лохов. Понятно. Сколько вы отсидели? 12 лет, 3 недели. Заехал 7 февраля 2007-го, но я освободился 26 февраля 2019-го. Вышли недавно. Что удивило особенно? Это ничего. Весь город перестроили. Запутался кататься на этих мкадах. Город вообще не узнать. А Вы ждали, что к Вам будет столько внимания, что там только камер соберется на выходе? Сколько им? Обычное явление. Каждый суток. Веселый, сфабрикованный. Сфабрикованный, да? Естественно. Притом настолько хреново сфабрикованный, что я даже 6 статей откусал. И мне разбой заменили на хулиганку. 6 тысяч жалоб написали? Это по прошлому делу, когда с Норвегии приехал. Офигеть. А сколько вообще всего в сумме? Ой, дофига. Надо в Санкт-Петербургский городской суд послать запрос. Я посылал, они мне отказываются отвечать, потому что там слишком большой объем работы. Им проще Вас реабилитировать и выпустить, мне кажется, да? Не выпустить, но... Им прокурор извинится, как серпом по яйцам. Мы сейчас будем заставлять еще прокуратуру Василястровского района приносить извинения в СМИ. Сильный человек. За все фальсификации. Любому на зоне приходится себя ставить. Любой проходит через проверку, через какую-то. Как проверяли Вас? А кого проверяли? Ну как-то, там же собирается куча народа. И они проверяют, что из себя человек представляет. Вы через это как-то вот прошли, чтобы себя поставить там. А зачем ставить? Ты там, ну тут и есть. Изначально было прям полное уважение там к Вам, да? Да. Кого? Кто не уважает, тех ломаешь. Или разломают тебя. Емеляйка рассказал, сразу навел свои порядки в камере, запретил курить, например. Вы навели свои порядки там? Да причем тут? А мне курить-то нафига? У меня вообще мертвый закон насчет курения. А какие он порядки может навести его? Вообще непонятно как. С его тучками кое-куда не переправили. Ну это ладно. Хоть кому-то пришлось двинуть? Где? За последний срок в тюрьме. В тюрьме постоянно где-то кто-то кому-то двигает. Знаменитый был боксер Рыбаков, такой, может быть вы слышали в Питере, попал в тюрьму. Ну он из 70-х годов, ну легендой был боксерского мира. И даже на него там были какие-то наезды, которые приходилось разрешать кулаками. Вам тоже приходилось? В тюрьме всегда все, все разрешают кулаками. Ну самый первый случай, может быть, самый памятный. Да ведь его знает. Так много было всего. А скажите, а в тюрьму попасть страшно вообще или нет? А что там страшно? Ну я не знаю, мне кажется, это массу испытаний готовит для психики. Ну да, запарно в заперти сидеть. Три правила для человека, который туда попадает? Да фиг его знает, какие там правила. Ну вот для самого себя, что для вас было главное? Живи по своим правилам и все. И не принимай чужих правил. И не пытались вам эти чужие правила навязать как-то, зная вас? Там каждый пытается кому-то что-то навязать. Каждый пытается где-то кого-то развести. Но вы все это видели изначально, насквозь? Конечно. А что для каждого человека свое, что самое тяжелое там бывает в тюрьме, что для вас было самое тяжелое? Нарушение законодательства нашего, отсутствие длительных свиданий. Согласно Европейской конвенции, правило 24.4, рекомендация РЭК-2006.2, подследственным положено, так же как и осужденным, свидание трое суток. Однако оно никому не предоставляется. И так же положено, краткосрочное свидание, три часа. Они тоже не предоставляются, дают только одно свидание телефона. Но мне краткосрочно давали третий, ну, и то, то есть в комнате, а не через стекло. А трое суток никому не давали. То есть за это будет... Хотя все судьи наши знают конвенцию, судьи его разрешают, подписывают, но тюрьма не исполняет. Потому что если дать одному, надо давать всем. Мама страшно переживала уже, да? Ну, все. По факту отсутствие свидания, это нарушение прав семьи или общения с родственниками. Допустим, чего нет в Норвегии. Там, то есть ни у журналистов, ни у кого никаких проблем ко мне прийти не было. А с вами даже интервью делали, когда вы были в Норвегии? Если у вас была одиночка, что делать в одиночке, чтобы не сойти с ума? Нет, почему одиночка? Я не в одиночке сидел. Ты в одиночке, Креста? А в одиночке не были ни разу? Был. 7 декабря 2007 года, когда тайфуновцы забили, закололи всякой психотропной дрянью на 8 месяцев, там уехал в одиночку в 630-ю. Там ни окон, ни раковины, ни фига не было. Один бетонный пол. А что делать, чтобы с ума не сойти от этого всего? Ни батареи не было, потому что их спилили, чтобы я стены не разнес. Ну и плюс, это укреплены были двери, то есть с решетками. Ну что здесь делать? Терпеть, блядь. Я не представляю, как это терпеть. Я тоже с трудом представлял. 8 месяцев не спал. А самое интересное, что нашли в тюремной библиотеке? Прижизненное издание Йозефа Геббельс. Да ладно? Офигеть. На немецком? И на немецком, и перевод советский. И что читали? До конца это все дочитали, да? Ну так, частично. Ну много там это бывает интересных книжек, и в основном все очень такие, очень старенькие. Свежих книг там практически нету, а стареньких много чего интересного можно найти. Еще, например, что нашли? Да дофига там всего. Я в основном юридическое все читал. Юридическое там устаревшее уже не нужно все. Понятно. Мне кажется, вы способны даже в самой скуке найти что-то интересное и устроить какой-то из этого спектакля. И даже в тюремной жизни вы могли найти что-то интересное. Самый интересный ваш день в тюрьме? Да там каждый день день сурка. Все одно и то же. Мы развлекаемся как можем. А как? Много всяких веселых моментов. Мне кажется, вы в картах могли бы стать там чемпионом с вашей головой. Нет, шахматы, нарды в основном. Или в The Day там играли. А главное, чему вас тюрьма научила? Да фигу я знаю, чему она научит. Юриспруденции. А настоящие душегубы с вами сидели? Или больше там по хозяйственной части какие-то? Да всякие разные сидели. Ну был такой человек, ну реально какой-то там, который там тещу сварил в кастрюле? Не, был веселый, кстати, на арсеналке. Со мной, ну там с Мишкой Горчаковым, ходим-ходим. Подрулил к нам кадр такой, вроде нормальный. Ходит, ходит. За что заехал? 111-е. Я говорю, а что сделал? Я печень люблю, меня за печень посадили. Я говорю, погоди, не понял, поподробней с этого момента. Человек приходит домой, раз в холодильнике нету печени. Спрашивает у жены, где печень? Она говорит, собаки скормила. Тот же Неблин, разрезал пузо, вырезал печень, пожарил ее, жрет. Вот теща вызвала ментов. Ну ладно, как бы. 111-е. Жена выжила. Но самое смешное началось потом. Ну, парняку-то осудили, как бы уехал на арсеналку. А ему через пару дней просто приходит передачка от жены. Она ему там банок 20, и это печень и трески закинула. Вот это было смешно. Тут большой вопрос, кто больше псих из них. А скажите, вот объективно, сколько вам нужно времени, чтобы привести себя в порядок, как бойца? Как боец я всегда в порядке. Но, чтобы развить дыхалку, до формы привести, ну, где-то полгода надо. Ага. А вот из обычного человека, вот из Илюши, из нашего, за сколько вы сделали по среднему бойца? Если бы он слушал все ваши команды. Ну, у меня, кто в ушатайку играл, через 2-3 месяца всех чемпионов города России роняли. Что такое ушатайка? Ушатайка? Это ушатайка. Нет, ну правда, что это такое? Методика тренировки. А в чем? Ну, есть такая на телевидении игра. Угадай мелодию. Я угадаю эту мелодию там с 5 нот. Да. Я с 4. Ну, у нас после основной тренировки экипаж в город выезжает. Идет там 2-3 борца. Ну, иначе едем на машине, и начинается торг. Я ушатаю с 5 ударов. Я с 4, я с 3, я с 2. Иди ушатывай. Вот. Любого человека на улице, да, что ли, или как? Группа людей. Самое офигенное, это когда с одного удара роняешь 2-х. Это как это? Только показывать не надо? Выстраиваешь полукругом, и просто с одного удара в 2 бороды. У меня было даже 3, но мне не зачали. Почему? Потому что третьему на голову наступил. Я говорил, споткнулся до окончательного результата. А что главное в уличной драке? Убить первым. И нежданчиком. Вы себя звали там воином-самураем, рыжим викингом, сыном сварога, тарзаном, белым воином. А сегодня как бы себя назвали, вот с новым опытом? Не викингом, а варягом. Варягом, точно. Вот сегодня как бы себя назвали, вот получив новый опыт, пройдя вот через все это? Точно так же. Ничего не изменилось, да? Новый не появилось. А что такое вот викинг, в вашем понимании? Варяг. Варяг. Что это? Жить по заветам Стеньки Разина. Сарынь на кечку, грабь награбленная, все вперед. Понятно. Как завещал батька Махно, воля обу смерть. Тут с вами восхищался, мы разговаривали, такой Саша Юдин, Тавгаль, знаете, в хоккей играл, Александр Юдин, крушил всех. Он тоже из Мурманска, говорит, мы мурманские такие. Он говорит, да, так он лежит, умирает, его душа, ни разу не сдался. Ни разу не сдался, это правда? Русские не сдаются. Нет. Вы серьезно увлекались языческой культурой. Я не увлекаюсь культурой. Я язычник. Мне зачем чем-то увлекаться? Что должен прочитать человек, чтобы все понять о языческой культуре? Что должен услышать? Да хотя бы, Бараслава, почитать, чтобы включить мозг. Последний случай, когда вам хотелось пустить кулаки в хокк, но вы сдержались? Ой, регулярно, на дороге. Сегодня тоже хотелось? С трудом можно ездить. Учимся быть культурными людьми. А сами за рулем сейчас ездите? Конечно. Что за машина у вас? У меня Мерседес, сейчас пока на Ниссане гоняю. Пока в ремонте стоит, Мерседес. Это друзьям подарили или вас дожидался автомобиль? Друзья подарили. Класс, ну вот друзья. А когда дрались в последний раз? В смысле, на ринге? Не на ринге, вообще. А, да недавно. Что за случай? Да я чебурашку одну воспитывал. Что за чебурашка? Да там был один, за языком не следил, товарищ. Что он должен был сделать, что должен был сказать, чтобы вы, зная свою силу, его врезали? Да я не врезал так, легонько надавал лещей. Обычный человек на улице? Не, в тюрьме. На улице я никого не трогал. А что он сказал-то? Неправильные слова. Что такое неправильные слова, расскажите. Не в тот адрес, не тем людям. И не с той интонацией. Не так, как надо. Прочитали все ваши интервью предыдущие. Вы говорили, прошли через жуткие уличные драки. Самый лютый замес, в котором поучаствовали. Так же приятно вспомнить сейчас. Да что, я их все помню, их там как грязи было. Это понятно, не какой-то один, который был особенный. Уже иногда за день бывало, их по 50 ночных драк. Как можно что-то запомнить? Ну, такой, когда на вас, например, шли с цепями. Было такое? Да с чем, кто с чем только не ходил, кто чего-то только не хватало. А вы хватали, кстати? Ну, естественно. Что? Что вам особенно нравилось в те времена? Полицейский фонарик. А чем он удобен? Офигенная штука. Для удара? Да, конечно. Вначале слепишь, а потом хлопок по шее и дрова. Слушай, действительно удобно. А скажите, я вот тут смотрел, впервые обратил внимание, у вашей шрам идет на голове. Да, там много их. Ну, один такой прям яркий. Память о чем? Вот это что ли? Да, да, да. Серега Гур мне с локотка пробил черепушку. Слушайте, там должно было быть море, крови-то. Если такой разрыв-то был. Ну, так. Так там бой даже в интернете есть этот. Это значит, от него осталось, да? Понятно. Самый страшный удар, который выдержало ваше тело и почему-то не сломалось. Помните такой? Да фиг его знаешь. Когда-то предлагали драться Емельяненко в вагоне метро с привязанными кулаками осколками стекла. Помните? Не стекла, а по бирменским правилам. Бечевки, клей, морская галька. И без судей. Бой еще будет произведен. А вы думаете, он не обосрется? Ну, Саша говорил, что хочет пустить мою кровь. Я хочу его. Тут такого нету, что кто-то обосрется, не обосрется. А как правильно крепить на руки эти вещи? Вот эту бечевку с камнями? Как обычные бинты. И просто прокладывать камнями? Нет, потом просто в клей и в морскую гальку. Ну, как в Таиланде бились раньше. Там последний бой вроде в 1936 году был. По бирменским правилам. Пора возобновить. Очень красивое зрелище было. А такое было уже в вашей жизни? Вы так пробовали? Или это будет дебют для вас? Ну, что именно как турнир, соревнования не было. А так-то постоянно. Вот так вот прям крепили всю эту гальку, да? Нет, зачем гальку? Голыми руками. А в вагоне метро был у вас такой опыт? Драки. Даже в метро как-то нет. Потому что я прочитал, что вы так предлагали в вагоне метро. Я в вагоне метро? Или набрали? Не знаю. Не помню такого. Кто там, чего там начисал? Момент ваших... Саша Емельянька, как бы разговор был с промоутерами, что провести бой именно круг из горячих колев, песок и никаких судей. Естественно, в бичевке по бирменским правилам бой. Это как бы обсуждался контракт на бой. Ну, там, чтобы в каком-то метро ничего такого не было. Ну, значит, мы придумали за вас. А самая какая-то неправда, которая про вас ходила, и вы прям удивились? Поскольку придумывают-то про вас очень много всего. Ой, да постоянно всякая фигня. Меня на крестах все достают, что я там какого-то узбека за решетку посадил и бананом кормил. Блин, вообще не помню этой фигне. Ко мне все с ней пристают. Узбека через решетку бананом, да? Да. Я, блин, такого не помню. Когда-то вы сказали, Емельянька, меня искать не надо, а сам тебя найду. Когда это случится, как вы думаете? Я думаю, как бы мы пока вроде как это, по крайней мере, я сейчас пытаюсь стать культурным человеком в рамках правового поля. Поэтому, как бы, пока все уголовные движухи оставляем в стороне. И поэтому, как бы, наши эти личные неприязненные отношения промоутеры решили перевести в спортивное мероприятие. Я думаю, когда, то есть, поднаберу форму, и тогда будет проведен соответствующий турнир, где мы и разберемся. А за что вы его уважаете, а за что нет? Уважать точно не уважаю, а? За что не уважаю, он знает. Если бы он сейчас сюда вошел, что было бы дальше? Да фиг его знает. Хватило бы терпения или нет? Либо дрова, ну, либо до свидания, ждем встречи на ринге. А вы с ним вообще встречались в жизни-то? Было дело. Что за случай? У нас же разборка-то началась не с телевидения, когда вот это все начали показывать, когда я в бега ушел. Она началась немножко раньше. Вот, как бы. Саша знает с чего, я знаю. Ну, а затем... Хотя бы чуть-чуть, так приоткроете. Зачем? Ну, это очень интересно. Он знает, я знаю. Давайте мы напомним-то. Ну, сколько били-то в последнее время? А потом уже это вышло все, как бы, в эфир в СМИ. Тогда я уже ответил в СМИ. Ему в Норвегии там записал этот веселый ролик. А как его правильно уложить? В чем он слаб, как боец профессиональный? У каждого есть слабое место. В чем его? Я думаю, душком он слаб. А вы сразу это чувствуете, да? Как профессиональный боец? Когда страх там в глазах человека напротив. Ну, если бы был более крепким бойцом, я думаю, звезды бы тучками не забил. Ой, блин, это вообще нельзя было так делать. Пока вы это не сказали, это никто не обращал внимания, как ни странно. Как думаете, он вас боится? Да, как бы, у бойца, у воина нету такого, что кто-то кого-то боится. Один, ну, как бы, боец ничего не боится. Он даже меня уже тут, 75 кг меня на бой тут вызывает, Тарасов. Вообще страха человек не ведает. Вы говорили, что по тюремным понятиям такого человека, как Емельяненко, нельзя трогать рукой. Как же быть? Так уже не в тюрьме, так есть бечевки. На бечевках клей, морская галька. Руки же спрятаны. А, все понятно. Это бы ловко вывернулись. С нынешним Федором. У вас тоже проблем в клетке не было бы? А какая разница, нынешний, там, не нынешний? Нынешний это же не Федор, это все. Без понятия. Что нынешний, что не нынешний, мне как-то до лампочки. Момент в вашей жизни, когда вы реально прошли по грани? Мне кажется, в вашей жизни этого было довольно много. Регулярно. Ну, такой, что особенно запомнилось. Ну, как пример. Чтобы вы не совсем контролировали ситуацию, там уже как фишка легла бы. Ну, а это там всегда как фишка ляжет. Ну, в какой-нибудь такой случай? Так их много. Идешь где-нибудь на скорости 240 в гололед перед милицейским заграждением. А сзади там тоже много всего веселого корячится. И куча экипажа едет. И вот попробуй, как уйти со всех этих веселых. Ну, и таких моментов много веселых. Потом сидишь и ржешь. Свалишь, а бороду подклеишь. Родной милиции. Момент самой сильной физической боли в вашей жизни? Да фиг его знает. Кто-то про вас говорил, что у вас какой-то особенный порог болевой, что вы не особенное чувствуете. Да. Все чувствуешь, как бы. Просто когда надо, можно отключать ее. Вы это умеете? Каждый боец умеет, мне так кажется. Емелянька старшая, мне как-то рассказал, как на него наставляли там пистолет, и он его спокойно отобрал. В вашей жизни такое было, что на вас реально наставляли оружие? Регулярно. Случай? Да их как грязи. Ну, какой-нибудь. Любой, который приходит на ум. Их просто очень много. А когда был особенно близко к тому, что человек мог выстрелить? Да в меня стреляли. Да ладно. Сколько раз? Попадали? Ну, если бы попали, я бы тут не сидел. А так, чтобы прошло прямо близко? Такое случалось? Ну, бывало. Ну, можете рассказать? Зачем? Ну, это очень интересно, мне кажется, нет? Конечно, это интересно, особенно Лубянки и Литей там будет. Самый крутой ваш гонорар, Мама? Да фиг его знает. Да у нас это особо не платят. Всех спортсменов обычно разводят, кидают. Я сам проводил турниры. Я слышал, что за Орловского вы получили за этот самый фантастический бой 500 долларов. Ну, да. Как потратили? Ну, да фиг его знает. Я, когда еще в спортивном колледже учился, там, пошли с классом куда-то погуляли. А вы пересматриваете этот вообще бой? Зачем? Ну, это, по-моему, колоссальное удовольствие. Да фиг его знает. Это очень круто. Это самый первый бой еще, ни о чем. Люди говорят, что это самый крутой ваш бой. А вы как считаете? Какой самый крутой был? Да нет, конечно. А какой по вашим меркам внутри вы считаете самый? Да их так дофига, что фиг его знает. Ну, когда все вам удалось прямо вот. Не знаю, но это точно. Когда у меня уже массы было побольше. Бои были более веселые. Три года провели в клинике. Самое тяжелое, что там было. Скукотень. Он как в тюрьме. Постоянно мучает одно. Скука и лень. А помните, как ее покинули? Потому что про это ходят легенды. Я там помню. Как? Не так, как это показали. Показали, что там топором что-то отодвинули. Кто-то говорил, что вы сами клетку разорвали руками. А как был на самом деле? Зачем кого-то подставлять? Ну, уже дело прошлое. Почему прошлое? Без ее. Но люди заработают. Люди помогли? Нет. Сами? Я оттуда каждую ночь сваливал практически и возвращался. По-моему, доктор был в шоке, когда узнал, что вы там шашлыки жарили с друзьями, еще что-то. Обычное явление, что такого-то. Ну, по-моему, запрещенные же вещи для них. Для них вообще страшное ЧП. А вы там свой порядок установили очень быстро. Да нет. Культурно сидели все. У вас же нету татуировок, по-моему. Не успел. Хотел в Норвегии сделать. Какие? У Стаса. Первого на всю спину не успел. А будут какие-нибудь татуировки у вас? Ну, не знаю. Возможно. Все возможно. Вы писали... Нужен мастер хороший. Писали песни и стихи. Хоть чуть-чуть на память. Что у вас в голове вот сейчас есть из того, что написали сами? Белым волком на свободе гнал рога и рвал клыками. На снегу в траве и в поле, и под вольными ветрами в этом мире нет законов. Кто сильнее, тот и прав. Будет бой, пока не др... Блин, забил, сбился. Не, ну это вообще не мое, это Саньке Шабали написал, потом такая веселая. Ну, у меня там тоже всякие веселухи такие, короткие. Чуть-чуть. Кого? Своих и своего. Ну, что, попомниться же на реках. Вы переплыли в Норвегию на обычной лодке. Да? Ну, как пишут? Не, ну, почему надо у Дини постебаться было? А как это было-то? Ну, я что, дебил, что ли, на лодке? Не, у вас сила такая, и духа, и всего остального, что можно поверить в любую легенду. Не, ну, сила есть, но я же это, все-таки не совсем дурак, на лодке плыть. Дорези давай. А как было, на самом деле? Просто доехал на машине до Норвегии. А как вы все эти прошли через границу-то? А что, у нас где-то границы есть? Мощно. Нет, это вообще... Нет, там-то все просто. Нет, чтобы они не докопались, и потом уже, когда началась вся эта фигаторика, чтобы по Дублинскую конвенцию не попасть, что выдают с первым государством, с которым пересек границу, чтобы, то есть, Финляндию не выдали. Ну, естественно, уже и была вот эта байка придумана для УДИ, как бы, с лодкой. Как все там, допустим, белорусам выдают, ну, политубережья сейчас Швеция предоставляет. Но общих границ в Белоруссии и Швеции нету. Поэтому у них там постоянно, как Ян Кристин Андерсон рассказывал, легенда байкой с конем. Прискакал на коне, плыл на коне. А где конь? Да вот, привязал. Вот там веревочка ему. А веревочка висит? Да, у дерева. Все. То есть, у них это стандартная такая, как бы, нахлобучка. А где пересек границу, то есть, никто не знает. Ну, и чтобы, естественно, не попадать под Дублинскую конвенцию, под ее положение, человек не должен знать, где пересек границу, то есть, каким государством, то есть, где он вышел на берег. Ну, естественно, вот эти вот байки, как бы, придумываются. Ну, это меня там правозащитники научили. На Норвегии уже, да? Да. Это вот адвокат, на ФЭП, он был приличный такой человек. Фриди Фэйт? Нет, не он. Слушайте, все поверили. У вас в Норвегии было шесть стволов. Я все понимаю, зачем шесть-то? Ну, один. Понятно. Ну, два. Почему шесть? Ну, там же не все мое было. Я просто все взял на себя. А-а-а. Понятно. А что особенно вот прикалывал норвежской тюрьме? Самая крутая мелочь, которая там была? Да фиг его знает. Ну, там до наших тюрем далеко. Ну, с другой стороны, там скучно, там даже не за что качнуть. Там все есть. Например, что там есть, что у нас невозможно представить? фри-маркет. Ходишь туда с кредиткой, выдают тебе деньги. Телефон свободно берешь, трубку, блин. У нас, конечно, затягивают телефон, регулярно отбивают. Там, по факту, нету обысков в камерах. Ключ от камеры, как бы у тебя, то есть ты вышел, закрыл, пошел там в спортзал еще куда-то. Бревик это митили или нет? Так, Бревик заехал после меня. А-а-а. Заехал на Авделиен Клейм к Франку Айде, как раз где я сидел в мою камеру. В вашу камеру прям? А вот по вашим понятиям, по вашему вот жизненному укладу, Бревик это кто? Что это за человек? И как с ним надо поступить, если вы с ним оказались в одной камере? Да никак. Хороший человек. Да ладно. Правильно сделал. Убил врагов народа. Он же, у нас же преподносят, что кого он убил. Убил бедных, несчастных детишек. Нет, он не убил ни детей. Никого? Он убил золотую молодежь, детей правительственной партии Арбейда. То есть детишек высшей касты. То есть тех людей, которые считали врагами своего народа. То есть убил их не будущее, нанес удар в сердцевину. В оконцовке партия Арбейда потеряла в Норвегии власть. После этого. Блин, как хитро-то. Я думал, он шизофреник какой-то. Да нет. Там все продумано. Разумный, грамотный человек. Нанес удар в самое сердце врагов народа. Ну, там более веселый, конечно, это Варк Викинерс. Что я прикололся в Норвегии, до сих пор его имя произносят все там, что полицейский, капеллан, даже зэки шепотом. А вы с ним виделись? Нет, так он уже уехал с Норвегии. Отсидел по ЖЭО. Он сколько там? Ну, 16 лет и ушел. Он там пожизненно это максимально 21 год. Но через 10 лет более там 90% уходит по УДО. С пожизненного. Норвежского. В Америку? Насколько мне известно, во Францию. Вы слушаете Варды? Видео-музыку? Нет, музыку не слушаю. Ну, как бы там через некоторых людей там привет и передавал. Со стволом вы умеете общаться, судя по всему? Нет. А это что такое? Да ладно. Самое крутое оружие, которое побывало у вас в руках. Не стреляли из него, а просто держали, например. Ну, а что? Вот это не крутое оружие. Ничего круче этого не было? Нет, это, конечно, мощное что-то. Ничего сопоставимого с этим не было по кайфу держания в руках. Холодное оружие, оно всегда самое приятное. Хотя Олег Соленко, по-моему, говорил. Помните, был такой нападающий зенитом, у которого к 16 годам было два уголовных дела? И он говорил, что нет ничего дурнее, чем нож. Абсолютно бесполезная вещь. Или не так? Смотри, в каких руках и как его использовать. Депутат Милонов, гонитель геев и глядей. Наш человек? Нет. Что у него не так? А кого он гоняет-то? Только пиарится и нихрена не делает. Покажите мне, где разнесенные, уничтоженные им бордели. Меня закрыли, я ему дал все адреса, я говорю, пожалуйста, бордели восстановились, опять работают. Я говорю, закрой по закону. Если ты такой мастер, а не балабол. Ну, Милонов далеко и надолго меня послал. И сам гасится. На ветеранов его ловил, от меня удрал. А вы хотели с ним встретиться, да? Ну, журналисты подвозили. Ну, что, депутат, депутат. Коль депутат, давай, собирай милицию, заставляй их закрывать свои бордели. У нас же все бордели крышуются кем? МВД. Я по данному факту, по некоторым личностям, вот, ходил так же в УСБ. Информация известна. А какой процент, как вы думаете, они отстегивают? Да они не отстегивают процент. Вот, в начале 48-го отдела полиции, у него просто на Выборгском шоссе целое здание под бордель выкуплено. Он хозяин. А-а-а. Блин. Это насколько все это вошло в нашу жизнь? Конечно. У них либо жены, либо там любовницы, хозяева борделей. Уже везде. Ничего себе. Это в Ленинграде и в Москве тоже? В Москве как-то не так. То есть, тут на каждом столбе нету этих объявлений с рекламой проституток и на каждой дороге и весь интернет кишит. А в Питере все утонуло. Я чувствую, если вы снова не возьмете... Я думаю, комплексная проверочка, которая пройдет с 1 по 25 апреля, она, она должна проводиться каждые 5 лет, а в Ленинграде не проводилась уже 7 лет. Я думаю, многих сутенеров отправят на заслуженный отдых. А скажите, пожалуйста, а вы готовы еще раз это повторить, если они снова ничего не сделают? Выстроить шеренг голый? А сейчас это и повторится, только в другом правовом поле. Естественно, чуть-чуть попозже структурируемся, объединимся, соберемся, найдем поддержку в Госдуме от некоторых депутатов, создадим общественную организацию, уже по всей стране, и начнется долбежка уже в рамках правового поля, чтобы опять какая-нибудь проститутка пальцем вот так вот не показала, не сказала, что куда-то не туда пальчик засунули, потом опять сидит 2 года, доказывает, что это все слова. А скажите, я чувствую, Милонов с вами в одной камере не ужился бы, недолго бы протянул. Да не, почему? Уборщики всегда нужны. Кто? Уборщики. Понятно. Когда-то вы двумя пальцами раздавили яйца человека по имени Ромази. Помните? Боец, который вам палец что ли сломал? А, это, каркелия? Да, 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 было дело. Правильно сделали? Конечно. Сильно мужик корчился? Ну да, вроде. О, блин, это страшно представить вообще. Не сильно раздавили, ну пробил, да. Блин, а последний человек... Так а я его душу, нафиг он мне палец, мизинец отрывает, выламывает, ломает, чтобы с захвата соскочить. Я говорю, коль мизинец мне вырвал, я говорю, ну ладно, получи ответку. Так он мне потом еще палец в глаз завоткнул. Придом не просто палец, а там какой-то гадостью намазанный был. Слушайте, это опасно, что? Да это обычное явление на боях. Там постоянно кто-то что-то там химичит. Большой шанс у Емеляника уйти с боя с раздавленными яйцами? Не знаю. Там как пойдет? Это правда, что вы громили гей-клуб? 69-е? 69-е? По-моему, да. Второй красноармейский, но мы его и сожгли. Сожгли прям. Ну там заслали агента, там запалил его в лесбийский день. Было весело. Геев вообще не переносите, да? Не уезжай. Да. А скажите, вот в памяти же остаются какие-то секунды, мгновения. Вот самая яркая секунда, которая осталась в памяти от этого погрома гей-клуба? Да его постоянно громили. Там по второй красноармейский постоянно там отбитые лежали. Ну фиг ли, по соседству бокс-бар и гей-клуб. Веселое было соседство. Там вторая красноармейская, постоянно это место отбива было. Это вот вы в юности его сожгли, разгромили. А вот где-то года три назад что бы вы с ним сделали? Вы же уже изощренно подошли бы, наверное. Ну, можно было бы что-нибудь веселенькое придумать. Ну что вы сделали? Давайте пофантазируем. По крайней мере, сделай так, чтобы оттуда никто не сбежал. А тогда разбежались, да? Ну да. Как вы думаете, почему вы по шесть раз чистили одни и те же салоны связи, а вас так долго не могли поймать? Ну, я же псих, а у нас в милиции работают очень умные сотрудники, которые очень быстро всех ловят. Да какой вы псих? Нет, ну по делу-то я прошел психом, а вот кто были те умные сотрудники, при том, мы же каждый раз передавали им привет и говорили, что вот придем, они каждый раз опять заново не верили, что мы придем. Звонили им до этого прямо? Или как? Как передавали привет, что приедете? Через гилеров, которые работают в магазинах, в салонах, в ювелирках там. Это до еще того, как туда приходили, уже сообщали, что будете? Нет, то есть, когда приходили, исполняли, потом говорим, в конце месяца опять зайдем, приготовьте. Никто не верил, что вы опять придел, а мы заново приходили. Слушай, я пойму, весь Ленинград вас знал в лицо, они вас описывали, как вас могли не поймать, что вы по 6 раз приходили в один салон? Ну, как говорил герцог, со мной грабить, ходить, как со светофором. Какой герцог? Ну, такой, веселый. Какой улов считался хорошим? Какой тогда был прям большой у вас? Да, разные были. Ну, такой, чтобы отложился в памяти. Много чего отложилось, а там истекли сроки давности, или нет? Я только 12 лет сидел, а не 15. Давайте тогда из первых вспомним, чтобы по которым точно это все уже истекло. Да была веселуха. Не, помню это, такой веселый, это, конец 90-х, в заводе грабили, я тогда вообще молодой был, собралось, короче, три грядки. Я здесь, как бы, завод должен привезти зарплату бухгалтерам. Ну, все пришли, познакомились, приготовили засаду, ну, думали, одна машина проедет инкассаторов. А она, фига себе, там, за полгода зарплату привезли, приехала с сопровождением две машины. Ну, эти еще вышли там с автоматами, ну, естественно, никто там с пукалками не дернулся. А, ну, все посмотрели. Нет, охрана инкассаторов. Все посмотрели, тихо посидели за бетонными блоками, машины разгрузились, уехали, ну, и все, что, играют все расход. А, ну, по факту, у нас внутри был свой человечек, ну, там девочка, ну, кто там это, сливала информацию. Ага. Вот. А отработан никак, тут одна дверь, там коридор 10 метров, вторая дверь, за ней охрана. Если одну дверь открываешь, они вторую дверь блокируют, и все. И кирдык. Как нахлобучить. Ну, вы что, посмотрели, все разошлись, ушли. Мы одни остались. Сидим кубатурим, а что делать? Ну, в концовке я, блин, придумал такую веселую фигню. Вот. У нас там девочка одна была веселая. Мы, конечно, сделали плохое дело. Завалили кое-какую животинку. Девочку раздели до гола, облили кровью. И запускаем там, уже, то есть, висели эти камеры большие такие. Запускаем под камеру, она подходит, падает голая. Ну, естественно, эти два дебила охранника вылетают, помочь спасти бедной девочке. Ну, и тут их пум-пум-пум на выходе. Зашли, все забрали. Без единого выстрела. А, куда стрелять? Вот. Вот она. Самое главное найти подход.